Привет всем! Меня зовут Люда, мне 21 год и я являюсь выпускницей детского дома. Я попала туда из-за того, что у меня умерли родители, у меня умерла мама из-за болезни и папа. Но я не знаю, где он, как он умер, потому что он не был зарегистрирован в браке. Когда это случилось, меня бабушка с дядей повели в опеку. Там мне соцработник объяснила, что произошло, собственно. Я не поверила, у меня истерика была. А через неделю меня забрали в приют. В приюте я была полгода, пока оформлялись документы. Но меня никто не забрал. Бабушка никому не рассказывала, что случилось. Бабушка не смогла меня забрать, потому что ей не позволял возраст. То есть там есть определенный возраст, когда человек уже не может оформлять документы на детей. Ну, он уже старый, и о нем уже нужно заботиться. И спустя вот эти полгода, пока документы делались, это все оформлялось, меня перевели в детский дом. Приюты детдома отличаются тем, что в приюте еще не готовы документы. И на вас любой человек, который там либо дальний родственник, либо просто который хочет вас забрать или познакомиться с вами, может сделать документы в упрощенной версии. Ну, быстрее это сделать. Вот. И подружиться с вами. И гораздо быстрее вас забрать, чем из детского дома. И может забирать вас на выходные дни по определенной форме. Также это просто временный пункт, то есть там не находится долго. А в детский дом, если человек попадает, то, скорее всего, он будет там до совершеннолетия. Если его также кто-то не заберет, не удочерит или не усыновит. Вот. Или не возьмет под опеку. Это, кстати, разные вещи. Комнаты в детском доме выглядят, как комнаты в лагерях. Там стоят тахты. Ну, или кровать. Там разные. В каждой комнате по-разному. Там есть стол. Там есть тумбочка. У каждой кровати есть тумбочка. Иногда даже стулья есть. Кровати не двухэтажные. Я не выбирала место, где мне спать, потому что, когда меня определяют в группу, мне уже сразу говорят, твоя комната будет здесь. Если там не занято, то ты можешь выбирать любую. Но в основном не было такого. То есть со мной жило две девочки, и у меня просто была одна кровать. Когда я попала в эти учреждения, я столкнулась с буллингом. Ситуация выглядела так. Я приезжаю. Проходят где-то недели. Я ознакомлюсь с людьми. И одна девочка, она была лидером. Она начинает со мной знакомиться. Она спрашивает, как меня зовут. Я ее. Она говорит, я тут главная. Так что все тут делают то, что я хочу. Принеси мне чай. Ну, вот так просто. Я говорю, нет, у тебя руки, ноги есть, сама принесешь. Она среагировала на это не очень хорошо. Она взяла ножницы и кинула их мне у виска. Ну, висок рядом с виском. Она была циркачка. Как бы я потом узнала. Я недолго думала. То есть я из тех, кто, наверное, бьет, а не бежит. И там был циркуль на тумбочке рядом. Я взяла циркуль ей в живот. Ну, мы не так далеко стояли просто. Как бы, чтобы вы понимали, это было все очень близко. И нас потом разняли. Но она больше ко мне не подходила. Мы обходили друг друга. Она меня не трогала. Потому что я не подалась. В детском доме был случай, когда одна старшая девочка в лагере села на мою кровать. И я только ее заправила. А мне не понравилось. И я, если честно, ее не очень любила. Ее вообще мало кто любил. Вот. И я попросила ее слезть с моей кровати. Она у меня была старше на три года. Ну, тогда это была весомая разница. Во-первых, в весе, в росте. Я попросила ее слезть. Она что? Она сказала, я не буду слезать. Ты вообще мала. Ты должна молчать. Она взяла подушку и просто начала меня душить. Пока старшие девочки не зашли в комнату и не отобрали мне эту подушку. Кстати, тогда я хрипла очень сильно и чуть не потеряла голос. Ну, я стала жива. Я сама не воровала. Меня с детства приучили этому вообще. Но у нас были такие и таких били. Особенно те, кто воруют у своих. Если вы можете в магазине по глупости, как по детской шалости, воровать за это, ну, ничего вам не будет. А вот если у своих, то вас и забьют, бойкот могут устроить. А это очень плачевно. Потому что с вами никто не разговаривает. И вы просто, находясь в кругу людей, не можете ни с кем поговорить. А если кто-то с вами заговорит, ему тоже устраивает бойкот. Кормят в детском доме хорошо. В каждых детских домах по-разному, потому что это тоже повара. Но в основном там есть санпины. Это нормы. И кормят почти как в лагере. То есть там есть первое, второе. Это на обед. Компот есть третье. Пятиразовое питание. Потому что был и второй завтрак. Полдник был. И второй ужин был всегда. Еще помимо просто ужина и завтрака, и обеда. С 14 лет разрешено по записке уходить на 2-3 часа в магазин или встретиться с друзьями. Но не больше, чем 2-3 часа. Если опаздываешь, то тебя потом могут вообще не выпустить там день или неделю. И если, например, ты там плохо себя вел или с кем-то подрался, тебя могли вообще на месяц наказать. И ты даже мог не выходить на улицу гулять только в школу там и обратно. Как и родители могут наказывать, так же и воспитатели в детских домах. Воспитатели в детском доме достаточно разные. И мне повезло. Мне попадались чаще всего хорошие. Но я была в двух детских домах, и там были разные воспитатели. Не хочу делить их прямо на плохих таких и хороших. Но были просто те, кто любили свою профессию и относились к детям как к своим воспитанникам любимым. А были те, которые выбирали любимчиков, например, и очень педагогично себя вели. И даже могли как-то манипулировать. И были те просто, которые зарабатывали деньги, им было пофиг вообще на все. То есть, что происходило в группе. Но такие, как правило, чаще всего не задерживались. То есть, если новый воспитатель приходит, и он такой, он сам уходит. Либо воспитатели приходили за стажем и просто работали. Но чаще всего говорю, мне вот везло. У меня были хорошие воспитатели, которые были мне как вторая бабушка. Ну, так. Я уважала их. Когда дети попадают в детский дом, они же попадают все разных возрастов с разными причинами, проблемами. У кого-то есть родители, у кого-то нет родителей. У кого-то это уже не первый детский дом, он из одного детского дома качует в другой. И бывают дети, которые приходят из семьи, их просто родители уже отдают в осознанном возрасте. Им 14 лет, они не могут справиться со своими детьми. Сами отдают, родители. А бывает такое, что лишают родительских прав. Но тоже потому, что могут не справляться. Или тоже пить, грубо говоря. И дети начинают сбегать. Они не переживаются. Потому что в коллективе они, как правило, чужие. Не то, что там все настроены против этого человека. Просто человек как-то сам не переживается. У него свои взгляды, у него свой опыт. А тут дети, которые там с начала детского дома. Или они уже там год пробыли. И новому человеку очень тяжело вклиниться в режим. Потому что дети, которые живут дома, у них нет такого жесткого режима. То есть завтрак, обед, ужин. И так каждый день. Убер, уборка. Каждый по очереди дежурит. Это очень сложно. Даже телевизор вы не можете посмотреть просто так. И дети чаще всего не выдерживают, это избегают. И понимают, что дома типа было круто. Дома была свобода, а здесь тюрьма. Хочу вот объяснить про то, как поступают вещи в детский дом. Есть фирмы, которые пускают вещи. Ну и как я поняла эту систему, как нам рассказывали. Они... Каждая фирма борется и выигрывает тендер. Тот, кто это выигрывает, у них должна быть доля какая-то благотворительности. И вот эта доля благотворительности, это вещи, которые эта фирма производит, она дает в детские дома. И она посылает им не одну, две, три вещи, а вот сколько нужно детским домам. И выделяет. Но зато она выигрывает тендер, и она может как распространять это легче. И так и поступает. Кто выигрывает тендер, тот и поставляет в детский дом вещи. В детском доме выдают вещи не по вкусам, а вот потому что есть. Но в частности это нормальные вещи. То есть это штаны, которые тебе могут подойти, это блузки. Бывало такое, что не нравилось. Ну, нам же дают вот эти 500 рублей. Мы откладывали. У кого-то есть родители, у кого-то есть там знакомые, друзья. Ну вот у меня крестная мама была. То есть мне иногда помогали и давали деньги. Иногда на день рождения мы скидывали с девочками и дарили всем деньги. То есть мы откладывали эти деньги, купили и дарили. И человек на эти деньги мог купить себе штаны какие-то крутые, там зауженные или еще что-то. У нас есть мобильные телефоны также. Потому что кому-то может купить эта мама та же самая, у кого есть она. Кому-то папа, кому-то бабушка. Ведь все равно у большинства есть родственников, даже дальних каких-то. Также можно взять вот сберкнижки. Если, например, ты хорошо учился, директор может тебе позволить. Ты пишешь заявление на том, что ты хочешь снять со своей книжки на телефон деньги или на планшет. И ты идешь и снимаешь. И ты приносишь товарный чек опять, что ты его купил. И у тебя есть это. И ты пользуешься. Но если ты каждый год это снимаешь или каждый месяц ломаешь планшет, тебе никто не разрешит это. Ну, значит, сам виноват. В основном у нас бывало такое, что у кого-то был планшет, тогда был самсунг модный. И игра собой серф. И мы просто у девочки постоянно просили, пожалуйста, поиграть. И мы по очереди играли. Ну, как-то так. Когда человек выпускается из детского дома, чаще всего либо выдают квартиры, если человек был нигде не прописан, либо у него не хватает жилплощадь, либо его родители сидели. Он не может с ними жить по закону. Ему выдается квартира в течение года где-то. Ну, каждому по-разному зависит от многих обстоятельств. Мне квартиру государство не выдало, потому что, когда я попала в детский дом, я уже была прописана в своей квартире. И на тот период, конечно, площади не хватало, но у меня умерли родители, у меня потом умерла бабушка и умер дядя. И площади стало больше. И я сейчас живу в квартире, в которой прописано. Первый день, когда я вышла из детского дома, ой, блин, полностью такая свобода, так круто было. Я чувствовала, что мне принадлежит весь мир. Я думала, ура, я могу гулять ночью, я могу пить что хочу, делать что хочу, но на самом деле мне это быстро надоело. То есть я не вливала в себя литр водки там или не гуляла каждую ночь. Прям я там устала. Ну, просто когда у вас есть свобода, вы уже такие, типа, я лучше дома посижу, я лучше фильм посмотрю, или я пойду погуляю днем с друзьями, а ночью посплю. Нет, первое время, конечно, я там гуляла, но не так сильно. Но были мысли очень позитивные. Ура, круто, мне нет никакого контроля, за мной никто не стоит. Но оказалось, что свобода – это очень большая ответственность. И когда был контроль, было легче. Я ни за что не отвечала, и мне не приходилось нести вот эту ответственность. А это, оказывается, груз, и свобода – это очень тяжело. И нужно это осознавать. Можно сказать, что эти дома – это та же самая тюрьма? Смотря, куда попадешь, и смотря, как тебя воспримут окружающие, как ты их воспримешь, очень много зависит от обстоятельств, от людей, которые в детском доме. Но иногда мне казалось, особенно, когда я ждала очередь в душ. Ну, то есть, был такой момент, когда в вечер все хотят мыться, и ты ждешь просто. А ты не можешь сходить вот поесть, когда ты хочешь. Или там, у тебя нет холодильника перед носом, да. Было такое ощущение. Или когда ты не можешь выйти из детского дома, потому что тебе нельзя, тебя запрещают, и ты знаешь, что тебе что-то будет. Конечно, условно ты можешь выбежать, забежать оттуда, но потом у тебя будут проблемы. Если ты не хочешь этих проблем, то слушайся, подчиняйся. Да, можно так сказать, были моменты, но не всегда. Иногда это казалось и раем, потому что были бонусы, приятные бонусы были. Как ты можешь назвать вообще свое пребывание в детдоме, либо словом, либо предложением? Суровая школа жизни. Я сейчас хочу обратиться к ребятам, которые находятся в детском доме. Неважно, по какой причине. Я просто хочу вам пожелать удачи, и, пожалуйста, когда вы будете выпускаться, и у вас будут на сберканижке средства, не тратьте, не спускайте все на вещи, на шмотки, я имею в виду, на гулянки. Потратьте их на мебель или отложите их, даже не покупайте сразу мебель и подумайте, а может, вы можете во что-то вложиться. Может быть, вы сейчас не знаете, как это сделать, но через год вам придет эта умная мысль, и вы поймете, что вы можете на этих деньгах заработать больше. Субтитры создавал DimaTorzok